Сегодня в знаменитой Бакулевке научном центре сердечно-сосудистой хирургии в Москве отметили Всероссийский день детского сердца. Сотни уникальных операций, сложнейшие программы реабилитации и тысячи благодарных родителей маленьких пациентов, чьи жизни порой зависели исключительно от профессионализма врачей крупнейшего в стране медицинского комплекса. Юлия Онищенко встретилась с некоторыми из них. Вот мы его вырезали клапаном, который простоял 14 лет. Когда пациентке было 13 лет, у неё обнаружили тяжелейший порог сердца, при котором клапан правого желудочка сформирован неправильно. Вся кровь остаётся в предсердии, из-за чего сердце сильно увеличивается в размерах, а стенка становится толщиной с папиросную бумагу. Вместо повреждённого клапана ей поставили искусственный, но спустя несколько лет он износился. Сейчас его заменили. Это наш клапан, разработанный нами, в нашем коллективе, с моим участием. Делал дистанцион из глисоновой капсулы. Он оказался самым долговечным из всех биологических клапанов, которые до сегодняшнего дня существуют. Бакулевский центр, как самая крупная кардиохирургическая клиника в России, в этом году впервые проводит День детского сердца, чтобы привлечь внимание к этой проблеме. Ведь ежегодно в нашей стране появляется на свет 14 тысяч детей с врождённым пороком сердца. И все они нуждаются в операции. Сегодня детей с врождёнными аномалиями сердца оперируют сразу после рождения. Например, вот этому мальчику всего 4 дня. В данном случае правило, пусть ребёнок подрастёт, окрепнет, не работает. Чем быстрее исправят порок сердца, тем больше шансов на то, что ребёнок выживет. До последнего времени врождённый порок сердца у ребёнка нередко являлся показанием для прервания беременности. Но благодаря развитию технологий в России от этого практически отказались. Если говорить о врождённых пороках сердца, мы делаем все операции. Среди них синдром гипплазии левого сердца, о котором всё время говорят. Например, в Англии вообще запрещена эта операция. То есть женщины не разрешают рожать ребёнка, если у него плода такой порок. Мы их делаем в год порядка 50. Поэтому важно знать о болезни ещё до рождения. Внутриудробную диагностику сегодня проводят на 13-й неделе беременности. Раньше это было возможно. Лишь на 17-й. Диагноз «порок сердца» не повод для отчаяния, если родители выполняют все рекомендации специалистов. Основная задача – это не впадать в панику. Это вовремя и полноценно обследоваться. И, наверное, верить в лучшее. Возможности медицины велики. И что приятно и позитивно, что они постоянно расширяются. Ну и, конечно, потрясающие успехи детской кардиохирургии. Жить с такой болезнью не просто сложно, невыносимо. Порой детям элементарно запрещают ходить. Но успешная операция – это только первый шаг к выздоровлению. Дальше ребёнка ждёт длительное восстановление, пройти которое на дому невозможно. Ребёнку необходим весь комплекс медицинских и оздоровительных процедур. После операции организм ребёнка перестраивается. Он привыкает к новым физиологическим условиям, которые создаются. И поэтому этот центр очень актуален. Это как промежуточное звено между стационаром кардиохирургическим и домом. Тут у нас полный ассортимент физиотерапии, галлотерапии, светолечения, магнитолечения, бассейн для детей. Причём бассейн рассчитан на разные возраста пациентов. Сейчас в этом центре проходит реабилитацию более 90 детей. Пока он единственный на всю Россию. Поэтому сюда приезжают ребята со всей страны. Нас вот пригласили сюда. Я уже одну процедуру прошёл. Какую? Расскажи. Массаж. Однако для полноценного восстановления нужны не только массажи, физические упражнения. Особенно важны положительные эмоции. И часто дети выражают их через рисунки. Большинство из них светлые, трогательные. И кажется, они видят жизнь теперь в более ярких красках. Юлия Онищенко, Христина Иванова, Максим Катаев, Игорь Соловьёв. Первый канал.